Здравствуйте! Время новостей на телеканале ЖТСУ. В студии Елеман Раимбеков и Сурдоперевод обеспечивает Марат Жамобеков. Смотрите сегодня. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Жулан Абрай Аханович родился 7 июля 1979 года. Женат, четверо детей. Окончил Казахский государственный национальный университет имени Аль-Фараби по специальности юрист и Казахский национальный аграрный университет по специальности бакалавр кадастра. Трудовую деятельность Умаров Жулан Абрай Аханович начинал с должности заместителя генерального директора ТО «Кирзавод-1». В разные годы занимал несколько должностей и имел богатый опыт работы на руководящих позициях. Был главным специалистом Управления земельных отношений Алматинской области, руководителем отдела управления туризма Акимом Раимбекского и Толгарского районов. В период работы главой Раимбекского района внес неоценимый вклад в развитие литиного картофелеводства. За 10 месяцев работы Акимом Толгарского района способствовал решению наболевшего для населения вопроса по обеспечению центральным отоплением многоквартирных домов в микрорайонах Мелиоратор и Бостургай. Сообщается, что он две недели находился на лечении в городской больнице. Врачи поставили ему диагноз – пневмония. В период пандемии значительно увеличилось количество онлайн заявок. Люди осознали, что не стоит без особой надобности выходить из дома и подвергать себя риску. Практически все нужные услуги можно заказать через сайт электронного правительства. Для этого необходим лишь современный смартфон или компьютер с выходом в интернет. Мне вот надо было получить удостоверение. Первоначально я сдала документы, получается, без большинства пространства в очереди. И спокойно зашла, получила все справки, сдала. И вот сегодня пришла получить тоже все спокойно, все нормально. Переще прийти в ЦОН, запланировать бронь и после с брони пройти. На сегодня через ЕГОВКИЗ можно получить 608 услуг, не выходя из дома. В их числе справка несудимости с места жительства, подача ряда заявлений и многое другое. В бумажном же виде с обязательным посещением ЦОН оказывают 106 видов у заказов. Для того, чтобы посетить учреждение, необходимо заранее забронировать время на сайте электронного правительства. Несмотря на пандемию, мы продолжаем работать, так как понимаем, что даже на день приостанавливать работу ЦОНов нельзя. При этом мы соблюдаем все санитарные нормы. Маски, социальное дистанцирование, имеются санитайзеры. Запускаем людей, которые забронировали время, строго по очереди. За 15 минут наши специалисты оказывают посетителям необходимую услугу. Отдельно стоит отметить, что для инвалидов первой и второй группы наша специальная группа ездит по домам и оказывает помощь на месте. Стоит отметить, большая ответственность возложена на сотрудников колл-центра 1414. В случае, если гражданин не сможет разобраться в меню портала электронного правительства, операторы всегда готовы всё разъяснить. По региону работают 54 человека. Добавим, учитывая возникшую ситуацию, операторы связи переходят на круглосуточный режим работы, чтобы обеспечить непрерывность работы сетей. На Балхашево высадился экологический десант. Сотрудники департаментов экологии и полиции совместно с бойцами Раслуель выехали на берег озера. За два дня участники акции обошли порядка 20 зон отдыха. Цель и результат визита узнала Надежда Белова. Бежливо, но строго экологи обращались к отдыхающим, раздавая им пакеты для мусора. Частота прибрежной территории – важная тема, но зачастую отдыхающие пренебрегают вегиеной окружающей среды. В итоге бытовые отходы остаются прямо на берегу. На сегодняшний день все люди, отдыхающие, выезжают на озера, после себя оставляют очень много мусора, которым не только они не сортируются, они просто их оставляют. По возможности мы раздаем пакеты, чтобы они именно после себя убрали, вынесли именно на специальные места, где будут размещаться эти отходы для дальнейшей утилизации. Мы хотим, чтобы вот эту уникальную природу, которую нам наставили наши предки, мы смогли оставить своим потомкам. В рамках акции с отдыхающими проведена разъяснительная работа по сбору и сортировке отходов. Помимо раздачи пакетов, их предупредили об административной ответственности. Так, за оставленный на берегу мусор придется заплатить штраф в размере 5 МРП, а это более 13 тысяч тенге. Беседы были проведены и с владельцами зоны отдыха. И хотя предприниматели не несут ответственность за поведение туристов, они, в свою очередь, должны создать все необходимые условия. К примеру, контейнеры для отходов необходимо вывозить не реже двух раз в день. По словам организаторов акции, с каждым годом уровень культуры населения повышается. Однако подобная работа должна проводиться регулярно. А потому отныне такие экологические рейды на побережьях озер Алматинской области будут организованы еженедельно. Надежда Белова, Мадиба Ибасынов, телеканал ЖТСУ. К другим темам. 177 предупреждений в минувшие выходные в период жесткого локдауна выписали предприятиям Коксулского района. Составлено два административных категория. Семь более чем 160 тысяч тенге. Причиной послужило пренебреждение постановлением главного государственного санитарного врача региона. Имело место несоблюдение карантинных мер, дистанцирование, отсутствие средств индивидуальной защиты. За соблюдением карантина следили 12 специальных мониторинговых групп. Две из них в районном центре и девять во всех сельских округах. Работа в данном направлении продолжится. Проводилась разъяснительная работа. Раздавались памятки по требованиям, по алгоритму, которые были озвучены во всех постановлениях главного госанврача республики и главного госанврача Алматинской области. С этой недели, в связи с тем, что ужесточение карантинных мероприятий идет, в управлении на основании фактов нарушения начата работа по применению административных мер наказаний к злостным нарушителям. Стоит отметить, при необходимости усиления карантинных мер на выходные и праздничные дни вводится локдаун в городах или районах постановлениями региональных государственных санитарных врачей в зависимости от эпидемиологической ситуации. Продолжаем выпуск. Локальные рейды на автодороге станции Алматы-Чимулган-Буралдай организовали полицейские Карасайского района. Итог. За три часа отработки 45 административных протоколов. 15 авто оказались на штрафстоянке. Данные отрезки выбраны не случайно, говорят в полиции. Житый Сусти на постоянной основе жалуется на нерадивых водителей, грубо нарушающих ПДД. Водители авто, минуя общий поток, выезжают на встречную полосу, что может привести к необратимым последствиям. Неоднократное видео с агрессивной ездой публиковали в сети. Такое поведение недопустимо, твердо заявили стражи порядка. Принято решение взять на постоянный контроль и отрабатывать данный участок с предусмотрением дополнительных нарядов. В ходе рейда был выявлен ряд нарушений правил дорожного движения. К примеру, управление транспортным средством без регистрационных документов – 4 факта. Управление автотранспортным средством с тонированными передними стеклами – 6 фактов. Без государственных регистрационных номерных знаков – 3 факта. Нарушение правил обгона и маневрирования – 4 факта. И выезд на полосу встречного движения – 26 фактов. А также другие виды правонарушений. В связи с чем, в рамках нулевой терпимости к беспорядку правонарушениям просим граждан обо всех известных фактах, фото, видеоматериалу подобных правонарушений сообщать на социальную страницу Департамента полиции Алматинской области. Более 700 человек наказали за нарушение условий хранения оружия в Алматинской области. Оружие были изъяты в ходе рейдовых мероприятий, инициированных сотрудниками Департамента полиции региона. С начала года из незаконного оборота изъято 70 единиц незарегистрированных в органе внутренних дел оружия и еще 279 за несоблюдение правил приобретения, учета, хранения, ношения всех видов огнестрельного. Как пояснили стражи порядка, оружие и патроны к нему должны храниться в специальных условиях, прописанных в законе. Почти у большинства проверяемых неукоснительные условия, увы, были нарушены. В случаях нарушения условий порядка хранения использования гражданского служебного оружия и патронов к ним в порядке статьи 484 Кодекса Республики Казахстана об административных правонарушениях предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере от 10 до 40 месячных расчетных показателей. Серийный домушник, вскрывавший чужие квартиры с помощью резака, задержан полицией Алматы в ходе спецоперации, сообщает закон КИЗЭД. Как установили полицейские, на его счету десятки квартирных краж, в том числе и серия хищений, имевших место в микрорайоне Ахсай. Орудовал он преимущественно в спальных районах города. Замки входных дверей вскрывал резаком, что и показалось подозрительным оперативникам, которые отметили, что чаще домушники стараются действовать незаметно, чтобы не привлекать внимание людей. А в данном случае все как раз таки наоборот. Подозреваемым оказался житель ВКО. На данном этапе расследования доказана причастность задержанного к 18 преступным эпизодам. Мужчина ранее имел судимость за грабеж, сейчас постоянной работы не имеет и перебивается исключительно преступными заработками. В Кустанай затопил ливень с градом. Жители города поделились кадрами после последствий непогоды, передает Тенгри Ньюз Кейзет. На кадрах видно, как дождем залило дороги. Автомобили глохнут. Во дворах микрорайонов люди едва ли не вплавь добираются к машинам. Отметим, что по прогнозу синоптиков, 27 июля было объявлено штормовое предупреждение. В некоторых регионах Казахстана ожидается гроза, шквал, град. Ночью и утром местами туман. Ветер до 20 метров в секунду. Казахстанец Айдос Ербосунула выиграл бой с двумя нокдаунами и защитил титулы от WBC Asia и WBO Global и WBA International. Во втором среднем весе, передает корреспондент Вести Кезет. Его поединок стал главным событием вечера бокса в Белорусской Минске. Ербосунула по итогам 10 раундов. Единогласным решением судей победил представителя Германии Нуху Лаваля. Во второй и третьей трехминутках Лаваль оказывался в нокдауне. Таким образом, Айдос Ербосунула остался чемпионом и сохранил все три пояса. Для него это 14-я победа в карьере. Грядущий праздник верующих мусульман. Мусульман Курбанайт в этом году пройдет с определенными новшествами. В Духовном управлении мусульман Казахстана запущен сайт kurban2020.muftia.kz. Там можно оформить онлайн заявку на обряд жертвоприношения, не выходя из дома. Тем самым минимизируются контакты и риски заражения коронавирусом. На сайте в одном из разделов необходимо выбрать регион проведения жертвоприношения. К слову, в Талакурганском для жертвоприношения животного отведен участок в микрорайоне Жастар-2 в селе Утюнай. Отметим, тем, кто живет в частном секторе, можно будет проводить обряд на своем участке, без скопления людей. В этом году курбанайт пройдет с вечера 30 июля до вечера 3 августа. В месте жертвоприношения будут соблюдаться все санитарные требования. В связи с эпидемиологической ситуацией жертвенное мясо полностью распределяется только среди нуждающихся. То есть заказчик не сможет взять часть жертвенного мяса. Нам будут помогать волонтеры, которые займутся доставкой. Также нами создана специальная мобильная группа, которая будет разъяснять правила проведения курбанайта. Сто семейных пар Алматинской области уже участвуют в жилищной программе ЖАС от ПАСА. Проект стартовал 1 июля по инициативе Жилстрой Сбербанка. Согласно условиям, промежуточный заем в первые два года составит 6% годовых и дальше снижается до 5. Шингсхан из Сымбатки Несовы в браке порядка трех лет. Скоро ожидают появления второго ребенка. Теперь нужен собственный дом. Делится планами супруги. Первый шаг уже сделан. Про программу ЖАС от ПАСА узнали в интернете. Далее проконсультировались со специалистами. Нам рассказали обо всех преимуществах государственной инициативы. Далее открыли счет и взяли сертификат. Теперь будем копить на квартиру. С начала года в Алматинской области зарегистрировали брак 4811 пар. Им программа ЖАС от ПАСА предоставляет возможность приобрести жилье как в новых домах, так и на вторичном рынке. Также есть возможность оформить заем на покупку земельного участка под строительство собственного дома. Для того, чтобы участвовать в этой программе, один или оба супруга должны заключить депозит с признаком ЖАС от ПАСА. Минимум за один год они должны накопить половину от стоимости квартиры, то есть 50%, и достичь оценочного показателя, равного 5%. После этого они могут оформить заем от 6 до 9 лет. Преимущество программы в том, что заем выдается всего по 6%. Это всего на 1% ниже, чем процент по самой популярной программе Нурлужир. Процент сохраняется 2 года. Через 2 года процент понижается до 5%. Одно из условий программы – на момент открытия депозита вашему браку не должно быть более 3 лет. В залог ставится приобретаемое жилье. На вот эти депозиты ЖАС от ПАСА у нас ежегодно от банка начисляется 2% вознаграждения и 20% премия от государства. То есть на сумму, которая накоплена за год, которая не превышает 200 месячных расчетных показателей, будет начисляться премия 20%. Еще основное преимущество в том, что не имеет значения возраст супругов и количество детей в семье. Открыть депозит можно в онлайн формате. Достаточно на сайте Жилстрой Сбербанка ознакомиться с инструкцией, либо позвонить в колл-центры или получить консультацию в любом отделении банка. Елеман Раймбеков, Гавид Кабдрахман, Надир Хамзин, телеканал ЖТСУ, Талткурган. Быть добрым просто. Сразу 10 многодетных и малоимущих семей Талткургана получили помощь от неравнодушных меценатов области. Продуктовые корзины доставлены волонтерами фронт-офиса МИРМДЖТСУ по заранее отобранным адресам. В коробке с провизией все самое необходимое – мука, масло, сахар, макароны и даже арбузы с пиццей. Инициаторами благого дела выступило руководство сети кафе быстрого питания «Патифуд». Волонтеры к выполнению доверенного им дела подошли со всей ответственностью. Волонтерами фронт-офиса МИРМДЖТСУ была возобновлена удвоенная работа по оказанию помощи многодетным, нуждающимся семьям, продовольственными продуктами, гигиеническими средствами. Также эти все средства берутся от спонсоров наших предпринимателей, которые оказывают такую спонсорскую помощь. Также с нами ездит медик, медицинский сотрудник, который раздает антисептики, маски. Мы вновь возобновили свой колл-центр 404-404, где мы полностью собираем заявки по оказанию помощи. В английских горах 16 человек спасали одну собаку. На спуске с горы Скоффилд-Пайк, высочайшей вершины Англии, у Симбернары Дейзи заболели лапы, и она отказывалась идти дальше. Хозяевам не оставалось ничего другого, как вызвать спасателей. Самостоятельно спустить 55-килограммовое животное через ущелья и водопады они не могли. По их словам, они завели 4-летнюю Дейзи несколько месяцев назад, и поэтому точно не знали, насколько она вынослива. Спасатели дали собаке болеутоляющие и положили на носилки. По их словам, операция проходила точно так же, как и в случае с человеком, учитывая немалый вес Симбернара. Никаких травм и нарушений у Дейзи не нашли. Парады в честь Дня военно-морского флота России прошли по всей стране и даже за рубежом. Верховный главнокомандующий вооруженными силой президент России Владимир Путин принял главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге, проходящий в акватории Невы. Открывая мероприятие, он отметил, что МВФ достойно выполняет свои задачи. Уровень растет в его составе новейшие корабли и уникальные образцы техники. В главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге и Кронштадте приняли участие 46 кораблей, катеров и подводных лодок, самолеты и вертолеты морской авиации и более 4 тысяч военнослужащих. Воздушная часть парада в Санкт-Петербурге была представлена 41 единицей авиационной техники, в том числе истребителями фронтовыми, бомбардировщиками, штурмовиками, противолодочными самолетами, самолетами-амфибиями, самолетом дальнего радиолокационного обнаружения и наведения и многие другие. Евросоюз окажет Португалии помощь в борьбе с лесным пожаром. Спутники системы Коперник будут передавать огнеборцам самые подробные снимки района, где бушуют стихия. Пожар начался в субботу вечером в округе Каштеллу-Брандку на востоке страны. В воскресенье площадь возгорания заметно увеличилась, перекинувшись на соседние районы. Жертвой огня стал один пожарный, еще шестеро получили травмы. В борьбе с огнем заняты 800 человек и 250 единиц техники, включая авиацию. Тушение осложняет сильное жаро, доходящее до 40 градусов. Пламя угрожает сразу нескольким населенным пунктам. Португальские специалисты еще в начале лета предупреждали о высокой опасности пожаров в 20 муниципалитетах страны. Это была вся информация к этому часу. Спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин